здравствуйте представляю вашему вниманию очередной обзор монет приобретенных мной для пополнения собственной коллекции начнем вот такой вот маленькой монетки британской заморской территории островов кайман монета выполнена из стали плакированной бронзой монета достоинством в 1 цент 2017 года выпуска напомню что заморская территория великобритании это территория находящаяся под британским суверенитетом но не являющаяся частью великобритании монета достоинством в один цент на версии изображен профиль королевы елизаветы 2 на реверсе вот такая вот симпатичная птичка далее монета швейцарской конфедерации 1973 года выпуска находящаяся в данный момент в обороте достоинством в 10 рапинов довольно таки обычная монета но красивая как по мне так далее также швейцарская монета 1984 года выпуска довольно похоже на предыдущую но достоинством она в 20 рапинов далее норвежские 10 крон 1983 года выпуска то бишь времен правления короля улафа 5 такая довольно толстая монетка с профилем этого самого улафа 5 на версия также данных монет мной был приобретено аж три штуки 1983 года 1984 года и 1985 года далее монета государства папуа новая гвинея 1975 года достоинством в одну кину напомню что 1975 году папуа новая гвинея обрела независимость от австралии к слову она входит в содружество нации и главой государства папуа новой гвинеи является британский монарх в 1975 году кино заменила австралийский доллар но сохран такой довольно не очень крокодильчики такие весьма затертые но пока пусть полежит пока не найду ей достойную замену далее монета нидерландов 1917 года выпуска достоинством в один цент монета времен правления королевы вильгельмины такая монет довольно обычная несмотря на довольно таки давний давние ее происхождение сохран вполне себе нормальный ну и такая же монетка также достоинством в один цент 1922 года тут сохран немного похуже но все таки тоже вполне приемлемый далее датская монета 1928 года выпуска достоинством в один эры времен правления короля крестьяна десятого о чем свидетельствует его вензеле на аверсе также монет данного типа мной был приобретено три штуки это монета 1930 года и монета 1936 года далее также датская монета того же периода 1939 года достоинством в два эры кроме размеров и номинал она в принципе ничем не отличается от предыдущей далее продолжаем тему датских монет монета 1924 года выпуска также времен правления крестьяна десятого достоинством данной монеты 10 эры такая она более оригинальная также с отверстием в центре опять же напомню что я очень люблю монеты старой европы далее также монет того же периода 1932 года выпуска но достоинством уже в 25 эры довольно похоже на предыдущую опять же отличается от нее только размерами и номиналом продолжаем обзор датских монет монета 1994 года выпуска находится в данный момент в обращении достоинством 50 эры уже времен правления королевы маргаретта сохран очень хороший также мной было приобретено три монеты данного типа также 1997 года выпуска и 2007 года выпуска далее датская монета достоинством в одну крону 1961 года выпуска на времен правления порядка времен правления короля фредерика 9 данных монет мной было приобретено аж пять по моему штук 1961 года, 1964 года, 1969 года, 1970 года выпуска, ну и, наконец, 1971 года выпуска, закрыл, к слову, кучу дырок в своей погодовке данными монетками. Далее развиваем тему датских монет, также монета достоинством в одну крону, 1973 года выпуска, но уже времен правления королевы Маргретты II. Также маную было приобретено несколько монет данного типа, 1973 года выпуска, 1976, 1977, 1978, 1984, 1985, ну и, наконец, 1988. Ну и завершаем данное видео также датской монетой, достоинством в две кроны, данная монета находится сейчас в обращении, монета с отверстием в центре, такая вот симпатичная монетка. Вот такие вот монеты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. Всем желаю удачи в пополнении коллекции, в комментариях просьба указывать обзоры на какие монеты вам было бы интересно увидеть. До новых встреч!